Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал, «Мне были представлены все народы мира». Со времен Адама, мир ему, и до последнего человека, живущего на земле. Некоторые ученые, толкуя этот хадис, сказали, что пророк, мир ему и благословение, увидел это во сне, а другие сказали, что это произошло во время ночного путешествия. И пророк, мир ему и благословение, продолжает, Я увидел пророков, у которых было меньше десяти последователей, от трех до девяти. Представьте, что Аллах Всемогущий отправляет пророка к какой-нибудь общине. Ему даны неопровержимые доводы, знамения и откровения. И только три, четыре, пять человек уверовали в него. Он войдет в рай со своими последователями, а остальные люди из его народа будут ввергнуты в огонь. Затем пророк, мир ему и благословение, говорит, Я увидел других пророков, у которых был всего один или два последователя. Я увидел пророков, которые стояли одни, сами по себе. Ни один человек из их общин не последовал их призыву. И в день суда этот пророк войдет в рай, а весь его народ, все до единого, отправится в преисподнюю. И вот наш посланник, мир ему и благословение, смотрит по сторонам, желая увидеть свою общину. Сколько же людей последует за мной? Где же моя община? Он говорит, И мне было сказано, посмотри на горизонт. Я увидел там огромную толпу людей, которые заполнили весь горизонт. Затем мне сказали, чтобы я посмотрел в другую сторону. Я посмотрел и увидел огромное количество людей, заполнивших и эту сторону. Пророк, мир ему и благословение, был очень впечатлен. Ему было сказано, вот твоя община, и это будем мы с вами, с позволения Аллаха. Но это еще не все. Затем ему сказали, И среди них будут 70 тысяч мусульман. О Аллах, сделай нас из их числа, которых ведут в рай без каких-либо страданий и без расчета. То есть, все, что вы слышали об ужасах и испытаниях судного дня, когда люди будут очень долго ждать, будут плавать в своем же боту, будут страдать, ожидая, когда же его призовут к могучему и всеподчиняющему Аллаху, будет группа людей, к которым будет проявлено особое отношение, и они войдут в рай, минуя все испытания. Но разве это немалое количество? Сегодня наша умма насчитывает более миллиарда человек, а 70 тысяч эквивалентны одному небольшому городу или даже деревне. Однако, вы должны знать, что наш посланник, мир ему и благосовение, подумал об этом раньше меня и вас, потому что он был сострадательным и милосердным по отношению к верующим. Он подумал об этом. В мусснаде имама Ахмада передается, что пророк, мир ему и благосовение, сказал, «Я попросил Аллаха добавить еще». И он добавил мне. Но каким образом? Пророк, мир ему и благосовение, говорит, «Вместе с каждой тысячей Аллах добавил еще 70 тысяч. Велик Аллах, от каждой тысячи из этих 70 тысяч еще 70 тысячам будет дана привилегия, войти в рай без каких-либо трудностей. Они выйдут из своих могил с миром и умиротворенностью, будут встречены ангелами, которые приготовят для них транспортные средства. И только Аллах знает о них красоте. И они тут же будут доставлены в рай, в то время как другие будут страдать». Пророк, мир ему и благосовение, сказал, «От каждой тысячи Аллах дал мне еще 70 тысяч». Это получается 4 миллиона 900 тысяч человек. Но хадис на этом еще не заканчивается. И следующую часть хадиса я могу только перевести, но я не могу растолковать. Пророк, мир ему и благосовение, сказал, «С каждой тысячи будут отобраны еще 70 тысяч, и в дополнение к этому три пригоршни из пригоршней моего Господа». Мы не можем постичь этого. Однако мы представляем, насколько это велико. И когда Румарда, буди доволен им Аллах, услышал это, он воскликнул, «Аллах велик!» Один из передатчиков этого хадиса, услышав эти слова, схватил его за одежду и сказал, «Ты действительно слышал это от посланника Аллаха?» И он сказал, «Я услышал их от него, и я полностью осознал это своим сердцем». Затем наш пророк, «Мир ему и благосовение», встал и, не сказав больше ни слова, зашел к себе домой. Исподвижники начали переговариваться. И что же они говорили? Кто-то из них сказал, «Может быть, это те, которые сопровождали пророка Мир ему?» Другой сказал, «Нет, я думаю, что это те, кто родились в исламе и никогда не предавали сотоварища Аллаху». И также были высказаны другие мнения. Затем посланник Мир ему и благосовение вышел к ним и сказал, «Что вы обсуждаете?» Они говорят, «Мы хотим узнать, кто будут те 70 тысяч благосовенных людей». И тогда пророк, «Мир ему и благосовение», ответил им, «Если вы и я относимся к тем людям, которые боятся дня суда и ужасов, связанных с ним, то вот четыре качества, которые мы должны попытаться применять, если мы хотим спастись». Пророк Мир ему и благосовение сказал, «Те 70 тысяч человек — это те, кто не просит читать над ними рукью заклинания, не делают прижиганий, не верят в плохие приметы и полностью полагаются только на Аллаха». Они не просят прочитывать над ними заклинания. Это запретно? Нет, никто не говорит, что это запрещено. Однако их упование на Аллаха настолько велико, что они просят о заклинании только самого Создателя. Также следует уточнить, что если кто-нибудь сам предлагает вам прочесть заклинания над вами, без вашей просьбы, то это не значит, что вы должны отвергать это. Это не из сунны. Ведь Пророк Мир ему и благосовение не отвергал заклинания нашей матери Аиши, да будет доволен ею Аллах. И он не отвергал рукью ангела Джибриля. Когда наш Пророк Мир ему заболел из-за колдовства, причиненного ему иудеем, он не просил ни одного человека прочитать над ним заклинания. Сам ангел Джибриль Мир ему спустился к Пророку, чтобы прочесть над ним рукью. Однако Пророк Мир ему не просил его об этом. Итак, это люди, которые не просят прочитать над ними заклинания. Также они не делают себе прижиганий. Это один из видов лечения. Наш Пророк Мир ему и благословение не запрещал это, но и не одобрял, поскольку это болезненная процедура. Третье. Они не верят в плохие приметы. Они не считают какие-то числа или места, или времена неудачными. Они полностью уповают на Аллаха. И затем Пророк Мир ему и благословение, как бы подводя итог, говорит, они во всем уповают только на Аллаха.